Всем привет! С вами Мария Погребняк. Долго я не выходила с вами на связь, так как детишек забирала из Москвы. Сейчас мы вплотную готовимся к школе, делаем домашние задания. Но для вас, мои любимые подписчики и читатели, обязательно найду хоть пару минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Вы мне написали, что вам очень интересно узнать, как я питалась во время беременности. Первая моя беременность случилась со мной, можно сказать так, в 18 лет. Конечно, по неопытности я даже не знала, что надо кушать, что можно не кушать. И, конечно, подумала, ага, беременность, значит, могу себе позвать Макдональдс, пирожное, мороженое, картошку. Все, что во время обычной жизни я себя ограничивала, решила, что во время беременности можно есть за двоих. Это была большая моя ошибка, я набрала 25 килограмм. У меня начались жуткие отеки. Родила я на 42 неделе, переносила ребенка. Роды у меня были очень тяжелые. Из-за того, что ребенок родился 3600 килограмм, у меня таз очень был узкий, но он и сейчас узкий. И, конечно, это большой рост и вес для ребенка. Рост был 56 сантиметров. Конечно, подключилось очень много врачей, но родила, в конце концов, я сама, без кесарево сечения. Долго приходила форма, из-за того, что лишний вес не хотел катастрофически уходить, постоянное занятие спортом, правильное питание, диеты, ничто. Я никак не хотела работать. Начала, наверное, уходить у меня только через полтора года. Я закончила кормить грудью. Когда я кормила грудью, у меня спрашивали. Я питалась. Все отварное, все паровое. Слушалась врачей. Не кушала сладкого. Не кушала огурцы. Но, правда, пила часть молоком, это была большая моя ошибка, из-за того, что врач у меня был старенькая женщина. Конечно, это все было до нашего, можно сказать, 21 века, как у наших родителей. Пичкали все, мы говорили, что часть молоком – это хорошо. Я заработала толомастит. Потом были антибиотики. Конечно, я перестала кормить грудью. То есть, первый опыт кормления грудью ребенка был у меня печальный. Все болело, мастит, врачи, больница. И также беременность я хотела. И у меня, специально меня клали на сохранение. Я лежала в больнице через каждые две недели. И потом мне в конце врачи наругали. Говорят, ты сколько же наел? Ты зачем столько наел? Ребенок взял все равно только то, что ему полагалось. Все остальное – твои килограммы. Которыми ты будешь потом пытаться их согнать, жаловаться, плакать, и недовольна быть собой. То есть, у тебя будет депрессия. В принципе, все так и получилось. Но со второй беременностью… А, кстати, я вам хотела показать фотографию, какая я была. Конечно, фотографика старалась еще привести себя в порядок. Там как-то встать, как-то скрыть. Ну вот, это я с Пашиной мамой. Первая беременность, первые роды. Это Артем. Старший ребенок, сейчас ему 7,5 лет. Здесь мне 19 лет тоже. Я была очень крупненькая. Здесь еще не видно мои бедра. Со второй беременности набрала только 9 килограмм. Я ела рыбу отварную и правую. Мясо чуть-чуть совсем позволялось. Я за мной индейку кушала. Фрукты и овощи. Я исключила сладкое, булочки, хлеб, пирожные, мороженое. Я себя в этом ограничила. Да, хотелось. Очень хотелось. Не буду скрывать. Но не ела. То есть, я занималась спортом. Как спортом? Я сама ходила на длинные дистанции. По Питеру гуляла. Мы жили уже... Первая ребенка я всю беременность наблюдалась в Томске. В Томске почему-то было еще тяжело. Из-за того, что я была в Томске одна. Только с мужем. У мужа было все время сборы, соревнования, игры, разъезды, переезды. Я была одна. Постоянно лежала в больнице из-за того, что плохо себя чувствовала. Был жуткий токсикоз. Первая беременность у меня была не очень хорошая. Со второй я уже хорошо гуляла по Питеру. Я на улице проводила где-то по три часа. Не меньше. Очень следила за рационом питания. Слушалась врачей. Если врач говорил, я никогда не шла на перекору врачу. Ну, кстати, если врач говорит, что не нужно пить витамин, на самом деле их пить не нужно. Не надо себя пичкать. Это реклама. Все витамины, вся реклама, которая идет по телевизору и нас в журналах нам печатают, что надо выпить и это выпить и то, это все ложь. Это химия. То давайте все-таки слушаться врачей, а не заниматься самодеятельностью. Ну, вот мои фотографии. Здесь я в девятом месяце беременности. Практически животик не видел. Девять килограмм. Ну, а с третьим ребенком я совершенно набрала мало. Набрала только пять килограмм, даже четыре с половиной. Я ела только морепродукты и рыбу, и овощи. То есть я даже ограничила себя по фруктам, в сладком. Мало пила, чтобы не было отеков. Мало пила, извиняюсь я за шумы, это у меня маленький ребеночек кушает с мужем. Мы сделали запеканку дружной семьей, то они сейчас с гущенкой ее наворачивали. Вот. Значит, на чем я становилась? А, да, точно. На счет третьей беременности. То есть, да, я ограничила в себе потребление вообще всего сладкого. Я рожала в Германии, наблюдала в Германии. И там, кстати, очень интересно. Женщина, которая набирает больше третий килограмм, ложится в больницу. Потому что врач объясняет, это будут большие проблемы во время беременности, это будут отеки, эта женщина уже начала срываться, что нельзя есть двоих, надо есть так же, как ты питался, ребенок возьмет только то, что ему нужно. Поэтому кладут в больницу. То за мной следила врач, он сказал, пять килограмм максимум, чтобы роды прошли хорошо, чтобы ребеночек прошел через твой узкий таз. Ну, в конце концов, я родила 3,100, 50 сантиметров. Алексей, здоровый его ребеночек. На следующий день им сразу выписались, так как в Германии не держат в больнице. У них считаются роды, это природа. Родила, уходи домой. То вот, я сразу, через несколько часов, сразу навела красоту, сама себя уложила, накрасила. Вся клинка в лапшу, они еще таких не видели, рожениц, как я. Вот наша большая. Вот мы все втроем, наша семья. Ну, самое главное, дорогие мои девушки и женщины, кто первый раз заражает, давайте не будем кушать за двоих, а будем питаться их правильно, стараться исключить сладкое, так как там нет ничего полезного для ребенка, кроме жиров. Постараемся меньше употреблять карахмала, булочек. Будем питаться то, что нужно ребенку. Для костей рыба, овощи, сладенькое. Если расположено к отекам, мы не пьем много жидкости. Если это лето, можно съесть чуть-чуть арбузик, чтобы утолить жажду. Но это будьте аккуратны, сейчас все арбузы у нас не тратны. Ну, следующее. Как я приходила в форму? Формула в последней время, если то, что я мало набрала, мне, конечно, было легко прийти, но то, что говорят, что я не склонна к полноте, это все обман. Конечно, я раньше весила больше, я была крупнее, я просто себя взяла в руки в какой-то момент. Я занимаюсь спортом, спортом я занимаюсь дома. Я качаю пресс, я качаю ягодицы. Все упражнения можно посмотреть в интернете, я также их находила. Я очень много гуляю, я гуляю по 2 часа, с утяжелительными на ногах, прохожу очень много километров. Сейчас начнется школа, для меня это прекрасное время, потому что я могу отвозить детей в школу и за ними потом бежать и их забирать. Питаюсь я как? Я просыпаюсь, выдумаюсь я в 7 часов, из-за того, что у детей в школу. Так, когда у детей нет в школу, мы встаем в 8 утра. Я пью чай, или пью теплую воду с лимоном. После этого я могу съесть обезжиренный творог, 0% с медом или чуть-чуть орешек себе позволить. Я просто их очень люблю. На этом мой завтрак завершается. Потом где-то в обед, в часиках-два, я перекусываю рыбкой на пару или курочкой с салатиком. Могу еще раз выпить зеленую часть молока. Мои перекусы – это морковка свежая. И, может быть, я могу съесть огурчик, помидорчик, если мне очень захочется кушать. Если мне хочется сладкого, я ем черешню, либо арбуз. Но если зима, то, конечно, ем яблоко или банан не употребляю, потому что он очень калорийный. Но перекусываю фруктами или сухофруктами, если очень уж хочется сладенького. На ужин я, правда, на самом деле ничего практически не ем. Я ем только обычный салат листовой с огурцами и с помидорами. Ужин у меня в шесть, на полседьмого. После семи я точно уже ничего не ем и не пью. Вот такой вот у меня рацион питания. Знаешь, вам интересно, тяжело ли быть мамой троих детей? Ну, конечно, когда трое детей, ведь ее мало свободного времени остается. Но я уже привыкла, нам очень весело. Мы с ними ходим, играем в футбол, ходим на всякие детские занятия, курсы. Просто дома играем, играем в лего, строим, придумываем, прятки. В принципе, нам очень не весело. Конечно, мне помогает одна женщина, Ирина, с маленьким ребеночком, если мне надо съездить на работу, так как я занимаюсь платьями. Или на игру к мужу. Я езжу со старшими детьми, маленького не беру, ему еще тяжело просидеть два часа. И он боится, когда кричат фанаты. Мужа я очень поддерживаю. Мы с ним со школы вместе. Везде, где он был, была и я. Это Ярославль, Томск, Санкт-Петербург, Москва, Германия, Лондон. Везде путешествую с ним. Да, тяжело, конечно, на переезда, из-за того, что... Я извиняюсь. Дети играют. Конечно, тяжело. Мальчики, можно потише, пожалуйста? Вот. Передай привет. Привет. Скажи всем привет. Тебя как зовут? Артем. Молодец. А тебя как зовут? Артем. Тебя Артем зовут? Мне кажется, тебя Паша зовут. Паша. Ну все, бегите играть. Пока. Пока. Маленькая рекламная путь. Пока. Конечно, тяжело все давать переезды. Потому что у нас уже были дети. С детьми гораздо тяжелее переезжать из школы, детские садики. Ну ничего, я позитивный человек. Семья эта лежит на жене, чтобы обустроить семью, чтобы муж приходил, где его любят и ждали. У мужа футбольная карьера, для него это, конечно, самое главное в его жизни. Он всю жизнь этим занимается. Но мы его всегда поддерживаем. В любой ситуации. То самое главное, я думаю, чтобы муж приходил, где его ждут и любят, и поменьше его нагружать женскими, то есть семейными проблемами, я думаю, что женщина может создать домашний уют, разобраться сама с детьми. Мужчина все-таки из другой жизни, из другой планеты, как говорится. Готовлю я всегда кушать детишкам. Естественно, они сидят на диете, они очень любят мясо, как и папа наш. У нас мясо, и картошечка-пюрешка, и салатики, и супы. Супы я всегда детям готовлю. Это у нас уже все из России традиции, чтобы желудок не посадить. Едимые сладкие. Я люблю очень готовить. Я люблю готовить пироги, сметаник, наполеон. Это сметаник мой самый любимый топ. Ну, еще шарлотку люблю. Но сама я его, конечно, не ем. Так, может быть, попробую чуть-чуть, когда готовлю. Ну, а остальные вопросы отвечу вам в следующий раз. Уже дети кричат, зовут. Пора с ними играть, кормить. Сейчас как раз я им сделала запеканку. Они едят у нас с загущенкой. То все, сейчас я просто мам. Пишите мне, звоните. Извините, что так не могу вам подробно все рассказать. Детишки, семья. До новых встреч. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok